В 2019 году на дорогу города произошло 7 ДТП с участием велосипедистов. Из них двое были несовершеннолетними. В прошлом году в аварии попали всего трое, причем все взрослые. Не было ни одной аварии с участием детей велосипедистов. Это положительный результат, скорее всего, был достигнут как пропагандистской работой сотрудников ГИБДД, так, наверное, и родителей, ну и, конечно же, педагогов образовательных организаций. Мы достаточно много проводим различных профилактических мероприятий для детей. Это и акция, это и постоянные профилактические беседы, как в школах, так и в детских садах. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, забывать о простых правилах не стоит. Каждый родитель, покупая велосипед, должен объяснить своему ребенку элементарные правила, которые могут спасти ему жизнь. Ребенок до 14-летнего возраста не может выезжать на проезжую часть дороги. Нельзя пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Необходимо обязательно спешиться и переходить проезжую часть пешку. Ребенок не должен перевозить на багажнике либо на раме пассажира. Нужно купить ему велозащиту, шлем, наколейники, налокотники. Детям нельзя управлять велосипедом одной рукой или отрывать ноги от педалей. Обязательно использование велозвонка и в темное время суток свето-возвращающих элементов. Отпускать юных велосипедистов гулять на улицу одних не стоит. Настоятельно рекомендую всем родителям изучать правила дорожного движения своими детьми. Изучать, ежедневно напоминать о строгом соблюдении правил дорожного движения. Ну и конечно же быть самим примером для своих детей и в присутствии детей никогда не нарушать правила дорожного движения. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.